Новости на Дону Миллион 300 тысяч рублей собрали за 4 дня для пострадавших от взрыва газа в шахтах. Напомню, 15 января администрация города организовала сбор средств. Помочь людям, которые остались без жилья и имущества, может любой желающий. Распределением средств занимается Департамент труда и социального развития. Услуга вывоз мусора из категории жилищных перешла в коммунальные. Теперь оплата за нее рассчитывается не по квадратным метрам жилья, а по числу проживающих. Сумма вынесена отдельной строкой в квитанции, говорит министр ЖКХ Андрей Майер. Если говорить про плате, это простая формула. Тариф умножается на норматив накопления. Это получается общий объем платы с человека в год. После этого делится на 12. Мы понимаем ту цифру, которая будет платой с человека в месяц. И которую граждане наши получат в своих квитанциях. Ответственность за весь цикл обращения с мусором теперь несет региональный оператор. Сегодня 90% мусора отправляются на полигон. Их больше 30 и их мощности должно хватить на ближайшие три года. Им на смену придут 8 МОКов – межмуниципальных экологических отходов перерабатывающих комплексов. Нормативы накопления рассчитала московская организация. Взяли несколько многоэтажек и замерили, сколько мусора выбрасывается зимой, весной, летом и осенью, рассказала телеканалу ТОН-24 Андрей Майер. По первой группе по Ростову 308-312. Я имею сейчас в виду нормативы для населения, для граждан на квартирных домах и в домах, и в частном секторе. Вторая группа – 301-306. И третья группа уже сельские территории – 186-202. Такие нормативы на сегодня определены. Раздельный сбор мусора дает возможность применения специального коэффициента. При разделении органических и неорганических отходов он равен 9-10. Понижающий коэффициент введен и губернатором для пяти территорий, где норматив накопления возрос вдвое и больше. Рабочие, медики, продавцы, менеджеры по продажам и IT-специалисты. На IT-вакансии будет спрос в 2019-м. Более 23 тысяч ростовчан начали Новый год с поиска работы. И это новая тенденция, говорит сотрудник компании по подбору персонала Елена Таращук. Распределение новогодних вакансий и резюме отражает самые популярные сферы в нашем регионе. Например, продажи традиционно лидируют по востребованности как среди соискателей, так и работодатели. И при этом до сих пор есть мнение, что соискатели в праздники и сразу после них работу не ищут. Но это сегодня уже давно не так. Вообще Новый год начинается для многих со смены работодателей. Тем более, что есть время посмотреть предложения, найти вакансии работодателей мечты и отредактировать собственное резюме. Самые активные соискатели этого года – мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. На их долю приходится более 60% резюме января. Средний поиск работы сейчас составляет примерно 3 месяца. И чем выше должность, тем дольше длится поиск. Православные готовятся к одному из главных церковных праздников – Крещению. Оно наступает в ночь с 18 на 19 января. В храмах пройдут праздничные литургии, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале – погружении в святую крещенскую воду. Что знают о Крещении ростовчане, как отмечают этот праздник, узнал корреспондент ФМ «Надоно» Иван Леднев. Что для вас праздник Крещения? Хороший, светлый праздник. Обычно сразу прорубь, вода и холод сильный. Ну, как бы старый праздник – исповедование, купание в воде священной. Помимо православного праздника, это еще действительно очищение. А что вы обычно делаете в этот праздник? В церковь обязательно, без церкви никуда. Молюсь, но не купаюсь, потому как боюсь простудиться. Я себе не могу переступить в проруби, я теплое животное, спокойно к Крещению отношусь. Я, если честно, за традицию беру купаться на Крещение. Нет, не купаюсь, просто в церковь хожу и все. Водичку святим, Бога просим о милости к нам, к нашей стране, ко всем. По данным ФЦИОМ, купаться на Крещение собирается каждый пятый россиянин. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Церковь, тем не менее, не считает купание в проруби главным ритуалом на Крещение. Эта традиция сравнительно недавняя, рассказывает пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Действительно, с 16-го, с 17-го века выходили на реки, Москвы-реки, называли эту реку Иордань по принципу той реки, в которой Господь крестился. Делали прорубь, это было. Освещали воду, это тоже было. Но в воду никто не заходил. Просто брали воду обычную, освещенную и так далее. Первые такие вот, ну, зафиксированные уже традиционные крупные купания появились, ну, буквально незадолго до революции. Поэтому нужно очень тщательно понять простую вещь. Крещенские купания к празднику Крещения имеют самое опосредованное отношение. Тем не менее, в Ростовской области оборудовали 140 купелей. Их перечень можно посмотреть на сайте регионального МЧС. В этих местах будут дежурить спасатели и врачи. Кстати, медики настоятельно не рекомендуют купаться в ледяной воде тем, кто не закаляется и у кого есть хронические заболевания. Это были новости ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области в Ростове-Азове, ночью облачно с прояснениями и без осадков на термометре от минус 5 до минус 7 градусов. В Целинеи и Таганроге от минус 4 до минус 6, в Зернограде и Сальске до минус 7, в Шахтах ремонтном и Белой Калитве до минус 12. Также без существенных осадков. В Обливской до минус 14 градусов. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова